Министерство экономики завершило корректировку декрета номер 10 обстворении додатковых умов для инвестиционной деятельности у Республицы Беларусь по инвест-договорах. Зараз документ находится у администрации президента. Наши корреспонденты подчеркнулись, как сегодня реализуются буйные инвест-договоры у Хомельской области. Разом с депутатами обл.совета наша здымочная бригада наведала предприемства «Хомельшкло» и завод «Сантекс». Выники специалисты обмерковали на пленарном посаджении у Харвы-Конкаме. На заводе «Сантекс» с 2013 года реализуют инвестиционный проект по выпуску эмалированного посуду. На одражение вытворчасти пошло 5 миллионов долларов. С их 3 миллиона инвестиций. По якости этот посуд не горж заимпортный. Глядя на ассортимент и внешний выгляд, у его конкурентоздольности нема сомнений. На предприемстве не вырабляют только шкляные накрылки и пластиковые ручки. Яны импортные. Першие – китайской вытворчасти, другие – первоважно итальянской. Новое предприемство – это и праца для людей. Працовные места тут отремали около 250 человек. Что месяц яны вырабляют около 15 тысяч кастрюль, а их необходимо продавать. Тому задача – выходить на новые рынки. Мы находимся в постоянном поиске новых рынков сбыта, такие как Германия, Польша, Прибалтику. Мы уже вошли с нашей кастрюли в Россию и в Украину. Экспериментируем с дизайном, с исполнением наших изделий. И хочу сказать, что кастрюля белорусского производства очень качественная и соответствует очень высоким европейским требованиям. Наступный пункт выездного посяжения – Гомель-Шкло. Предприемство «Резидент» свободной экономичной зоны – Гомель-Ратон. Естественно, мы заинтересованы в создании производства. Для того мы и созданы были, чтобы привлекать инвестиции с целью создания экспорта ориентированных и импортозамещающих производств. Мы сегодня находимся на Гомель-Стекле. Это тоже «Резидент» свободной экономической зоны, который пользуется льготами. И полученные деньги он направляет на развитие производства, как вы видите здесь. Мы каждый год регистрируем новые и новые предприятия. Это не маленькие, не мелкие какие-то предприятия. Потому что инвестор должен вложить не менее 1 миллиона евро в производство. Это должно быть крупное производство. На Гомель-Шкле завершается реализация инвест-проекта – установка новых вытворчих линий. Уведение опошней по вытворчести шкла с покрытием поделено на две фазы. Первая выконана два года тому, другую уведут селита. На линии можно выраблять энергосберагающее шкло, мультифункциональное и солнцеохолное. Мы развиваемся, мы выходим на новые продукты. На сегодняшний день, скажем так, да, пока основной рынок – это Республика Беларусь. Но когда будет уже проведена продукция до определенного высшего качества, которое мы планируем, мы будем продавать за пределы Республики Беларусь. На сегодняшний день из всего объема производства 80% эта продукция экспортируется. За 7 с половой годов, которые прошли с момента уступления в силу декрета номер 10, у Гомельской области заключено 200 инвест-договоров. Притягнуто свыше 2 миллиардов долларов инвестиций. Уже реализовано 86 инвест-проектов. Унушальные личбы и по Гомелю. С начала действия декрета у нас всего и уже реализовано. И то, что еще реализуется, 67 инвестиционных договоров. Из них 25 уже реализовано. К сожалению, есть договора, которые по разным причинам, они не реализованы. И в действии сейчас 15 инвестиционных договоров текущие. Сферы деятельности – это промышленность, это производство, торговля, услуги. Чекается, что смены у декрет номер 10 зробят инвест-климат Беларуси больше привабным для айчыных и для замежных инвесторов.